Да, уже про реакцию немножко поговорили. Давайте, наверное, представлюсь, кто я такой, почему здесь я, а не, собственно говоря, Илья. Меня зовут Никита Логачев. Я буду сегодняшним модератором данной встречи. По сути, я буду пытаться вместе с вами разбираться в данной теме. Буду озвучивать вопросы, плюс задавать свои вопросы. Плюс также расскажу немножко о нас, как об Otus, как у компании, которая является крупнейшим поставщиком услуг в сфере образования. На любом эфире немножечко рекламы никогда не помешает. Пойдемте дальше. Чтобы сделать презентацию больше, а мое лицо немножко меньше, вы можете дважды тапнуть по окошку презентации, если вы сидите с компьютера. Если вы сидите с телефона, то у вас в целом полноэкранный режим доступен. Давайте сначала познакомимся. Я совсем немножко рассказал о себе, но расскажите, пожалуйста, кто вы, какая ваша должность, из какой вы компании и слышали ли вы что-то об Otus. У нас достаточно широкая сегодня планируется аудитория. Нас уже 50 человек вот только что было в эфире. Я думаю, еще будет больше. Поэтому давайте друг с другом познакомимся. Так, вот судя по чату, я вижу, что есть уже коллеги, которые ранее были знакомы друг с другом. Например, вот Илья, наш спикер, ответил уже Дмитрию. И есть также вот коллеги, которые пишут. Пока вы пишете, из какой вы компании и чем занимаетесь, я предлагаю совсем немножко рассказать о нас, какой компании, буквально одну-две минуты, и мы уже передадим слово Илье. Мы, компания Otus, специализируемся на обучении IT-специалистов. Наша, наверное, ключевая фишка – это продвинутые программы для специалистов с опытом. То есть это middle, senior, team lead-специалисты. И у нас достаточно большое количество курсов, о которых мы поговорим дальше. И мы работаем с современными технологическими, как правило, IT-компаниями, ну или с крупными компаниями, у которых и есть свои IT-подразделения. За пять лет, уже пять с половиной, у нас накопилось и реализовано более 130 курсов для IT-специалистов разного уровня. На самом деле, сейчас у нас в работе большое количество курсов не только для IT-шников, но и для, например, коллег из HR-сферы. За это время, это, наверное, одна из самых наших больших гордостей – это у нас более 600 преподавателей, которые делятся актуальными знаниями и реальными кейсами, востребованными в индустрии. И самое главное, наверное, делятся тем, чем они сами пользуются. То, ради чего работает любая онлайн-школа – это студенты. За это время у нас уже отучилось более 17 тысяч выпускников. Они прошли обучение в разных программах и от ведущих компаний. Если говорить про стэк, мы вот этим летом делали небольшой срез. Кто все-таки наша основная аудитория, если говорить про студентов, в разработке лидирует Python и Java. Если говорить про эксплуатацию, то тут с большим отрывом лидирует DevOps. И, наверное, ключевые преимущества нас, как компании, которые все равно не единственные на рынке IT-услуг. Во-первых, мы одни из немногих, у кого есть вступительный тест. Чтобы записаться на любой курс, который подразумевает какой-то первичный бэкграунд, вам надо пройти небольшой тест, чтобы вы занимались уже с ребятами, которые тоже имеют какой-то бэкграунд. У нас очень сложная и углубленная программа. Об этом часто отмечают наши студенты. Мы стараемся делать акцент на практику, потому что теория теории, она никому и никакому бизнесу не нужна. И для тех кандидатов, для тех студентов, которые планируют дальше сменить свою работу, либо компанию, либо отрасль, у нас есть история с помощью по трудоустройству. Мы никому никогда ее не гарантируем. И для компании мы можем как раз-таки являться таким пассивным поставщиком кандидатов, которые уже завершили наши курсы. У нас большое количество партнерских проектов. О них я поговорю немножко позже. Также хотел бы сразу предупредить, как и на большинстве вебинарах, которых большое сейчас количество, у нас будет небольшая рекламная пауза где-то в середине нашего эфира. И я бы попросил не отключаться в ее период, потому что в самом конце как раз-таки Илья, наш спикер, расскажет самое-самое важное касаемо проведения CultureFit интервью. Ну и в целом, Илья, передаю слово тебе. Илья, привет. Коллеги, добрый вечер. Никит, привет. Так, тогда я передаю демонстрацию тебе. Я готов перехватить. Так, вроде бы видно, вроде бы слышно. Коллеги, как меня видно-слышно? Поставьте плюсики, поставьте реакции. Отлично, все хорошо. Ну что, коллеги, представлюсь. Меня зовут Илья Прахт, я живу в работе в городе Санкт-Петербург. Я тренер, консультант и ментор. 13 лет работаю в IT, примерно 10 в управлении. Тренер на разных площадках. Отус, стартоплан и ТМО. В Отусе веду, преподаю на двух курсах. Это TeamLead и Senior Product Manager. А также руковожу двумя курсами Delivery Manager и COO. Кроме этого, веду корпоративные проекты. В прошлом CTO, COO разных IT-компаний прошел путь от вашего разработчика до топ-менеджера компании. Поэтому IT-шечку знаю неплохо изнутри, на всех фактических уровнях. Ничего кроме IT-шечки не знаю. Учился в стартоплане, учился в MBA. Веду небольшой блог, канал Седой Директор. Коллеги, подписывайтесь. QR-код здесь на слайде. Могу ссылочку кинуть. Надеюсь, никто меня за это не отругает. Там бывает много всякого разного интересного. Ну что, погнали. Теперь давайте к теме. С чего хочется начать? Очень часто процесс найма выглядит примерно вот таким образом. Мы так вот вслепую, задав несколько вопросов, в лучшем случае прояснив какие-то технические, допустим, скиллы, компетенции человека, принимаем решение брать или не брать. Потом случается разное. Иногда человек переживается, иногда нет. Вот как вот это вот вероятностное здесь уравнение немножко исправить, да, и все-таки сделать так, чтобы люди переживали всегда. Вот об этом мы сегодня с вами постараемся и поговорить. Правило на сегодня, коллеги. Тайминг где-то 1-1,5 часа. Активно участвуем. Вопросы задавайте в чат. Чат перед глазами. Я его вижу. Плюс Никита будет зачитывать, если вдруг я какие-то вопросы просмотрю и не увижу. Поэтому не переживайте. Все вопросы должны быть отвечены. Если вдруг что-то пропустили, обязательно полуапните, его, чтобы мы не забыли. Слушаем ведущего. Он будет иногда помогать нам, фасилитировать наш разговор, нашу беседу. Все, что не успеем по ходу, я постараюсь все-таки по ходу отвечать на вопросы. Но если где-то буду не успевать, в конце обязательно обсудим. Ну и коллеги, уфтопы, прошу вас уносить за пределы. Это площадка для обучения. Давайте здесь будем учиться. Вот такие на сегодня правила. Цели на сегодня. О чем будем говорить? Попробуем с вами, во-первых, понять роль тем ли да в нами, нужен ли и в каких, собственно говоря, местах он здесь потребуется, оценивать корпоративную культуру и проводить culture-fit интервью. Вот такие вот у нас на сегодня с вами цели. Маршрут. Как будем действовать? Поговорим с вами как раз-таки про тем ли да на собеседование, далее корпоративной культуре, потом culture-fit интервью. Все то же самое. И в конце, как Никита сказал, после небольшой рекламной паузы обсудим с вами топ-10 вопросов, которые я бы предложил задавать, ну, наверное, каждому кандидату. По опыту они работают довольно неплохо. Итак, тем ли на собеседование. Истории жизни. Буквально несколько историй, с которых хочется начать. История первая. Был у меня один тем ли, который практически все игнорировал и исключительно уважал технические компетенции. Вопросы задавал про это. На собеседование ходил только на технические. И, как нетрудно догадаться, там, ну, добрая, может быть, не половина, но треть его сотрудников очень быстро уходили в итоге из команды. Если это были люди, которых мы нанимали, ну, срок жизни еще как-то более-менее увеличился. Если это были люди, которых мы привлекали из других, допустим, компаний, как сап-контракторы, то у них ситуация была еще хуже. Почему это происходило? Во многом из-за того, что Team Lead игнорировал все, кроме техники. Да, он просто не уважал, не воспринимал. Был другой Team Lead, который, наоборот, был молодцом. Соответственно, он ходил на все вообще возможные интервью. Он требовал, чтобы его приглашали на самые ранние интервью с HR-ами. Он всегда присутствовал на технических интервью, даже если был еще один технический специалист. После этого он проводил интервью чисто с самим собой, для того, чтобы вот этот самый culture fit и все на свете тоже проверить и узнать. Итог, ну, мало кто от него уходил. Это действительно правда. И эффективность его найма была, да, довольно высокая. Но проблема была в том, что это очень дорого. И, соответственно, он тратил невероятное количество времени. А если там найм превращался в что-то такое масштабное, если нужно было либо закрыть какую-то, ну, довольно редкую позицию, или просто несколько человек параллельно нанять, то он практически все свое время начинал тратить нам на интервью. Что тоже не есть хорошо, как вы понимаете. Ну, и тем лид номер три, да, который никогда не ошибался. Он всегда попадал, потому что четко выбирал, на какие события ему ходить, какие вопросы ему задавать. К сожалению, это небольшая фантастика. Такого человека у меня в практике не было, не существовало. Всегда перекос был либо в одну, либо в другую сторону. Были люди близкие к балансу, да, но, тем не менее, вот их немножко куда-то все равно перекашивал постоянно. Коллеги, здесь задам вам вопрос. Какой из этих тем лидов ближе к вам? Первый, второй, а может быть третий. Может быть идеально. Тот, который умеет правильно выбирать и просчитывать. Какая история про вас? Третий, первый, второй. Третий, второй. Все. Дуровый, дима. Второй. Первый. Один, но двигаюсь к три. Это правильно, это хорошо. У меня не разделились. То есть у нас и один, и два. Есть те, кто три. Круто. Окей, смотрите, давайте разбираться. Зачем и почему тем лид должен быть на собеседовании? На разных собеседований, не только на технических. Здесь будет немножко вот прям пачка банальностей. Но несмотря на то, что это банальности, почему-то вот люди на них не смотрят. Люди на них забивают. Поэтому я все-таки проговорю и повторю, какими бы банальными они для вас не казали. Во-первых, тем лид придумал эту вакансию. Это единственный человек, у которого в голове есть четкая картинка, кого он хочет видеть. Ну, скорее всего, тем лид был инициатором. У него есть причины, зачем он человека нанимает. И, соответственно, он понимает, кто ему нужен. Поэтому никто лучше его не сможет оценить, подходит человек на эту позицию или нет. Обладает ли он теми компетенциями, которые необходимы или не обладает. Естественно, потом ему все расхлебывают. То есть кому, как не ему, потом справляться со всеми теми проблемами, которые будут ждать, если он вдруг ошибется и наймет кого-то не того, какого-то не такого кандидата, допустим. Далее. Чаще всего тем лид – лучший технатор. Да, он может быть не самым, допустим, глубоким специалистом в какой-то конкретной технологии, в какой-то области, особенно если классическая история, что тем лид бэкэндер, например, есть у него подкоманда фронт-энда внутри. Конечно, он не будет лучшим фронт-эндером. В этом случае имеет смысл позвать кого-то в помощь. Но наверняка на то он и тем лид, что у него есть довольно широкий бэкграунд, с которым мало кто может поспорить и мало кто может в команде померить. И поэтому никто лучше него не проверит. Те самые технические скиллы, которые проверяются на интервью. Он знает команду. Он знает, кто с кем дружит, кто с кем не дружит, что ожидает новичка, который придет в эту команду. Он понимает, как выглядит вот эта самая корпоративная, может быть, командная культура непосредственно. То есть он прекрасно может оценить, пишется ли вот этот новый кандидат в ту команду, которую потом ему придется управлять. Ну и, конечно же, он понимает, что являются блокеры, на что риск. То есть с чем можно мириться, при этом создав какой-то план действий, а что для него конкретные блокеры, которых нанимать нельзя. Ну, например, недостаточный английский. Если мы говорим о том, что у нас заказчик говорит только на английском, если коммуникация будет прямая, и, соответственно, большая автономность подразумевает вот это вот конкретное подействие. То есть коммуникаций будет, их будет много. Что тогда? Тогда, наверное, у нас-то блокер. Если есть большая команда коммуникации, условно, раз в неделю нужно как-нибудь коряво сказать свой статус, если что, тем лид подстрахует, ну, это не является блокером, это всего лишь один из рисков, который стоит здесь иметь в виду и учитывать. То же самое, допустим, про автономность. Потребуется ли ему автономное взаимодействие с заказчиком, тогда мы требуем от него какой-то там инициативности, невероятной ответственности и дисциплины. Или же он просто внедряется как часть в большую команду, и, соответственно, будет тем лид, а может быть и не один человек, может быть еще какой-нибудь тех лид, например, который будет помогать и присматривать за его работой. Тоже все это, конечно, зависит от контента. Ну, так или иначе, это все, вот все, что касается блокеров, рисков, зачастую процентов на 80, может быть, может быть и больше, это все вопросы про калчурфит. Зачастую не про технику, не про скиллы какие-то. Едем дальше, давайте разбираться, что же такое корпоративная культура, которой нужно вообще соответствовать, про что мы здесь сегодня говорим. Коллеги, я душе вопрос вам. Как вы понимаете, что такое корпоративная культура, из чего она состоит, какие есть составляющие, какие есть, может быть, важные факторы, которые на нее влияют и так далее. Террицы совсем разные навыки в технарстве имеют. Да, зачастую да, Сергей. Что скажете про корпоративную культуру, коллеги? Ценности ритуала. Да. Что еще? Общая цель. Так. Правила общения, принятие решения. Ага, ворчать не буду, я верю, слово Илья. Отношение к новым сотрудникам между сотрудниками взаимопомощи. Жденный план, ценности подхода к работе. Ага, отлично. Смотрите, коллеги, вы совершенно правильно все говорите. То есть, по сути, материальные ценности, уставшуюся модель взаимодействия. Ага, ценности подхода, ритуал, остальные частности. Да, то есть, по сути, если мы говорим про корпоративную культуру, она базируется на таких понятиях, как миссия, некоторая глобальная цель компании. И, допустим, ценности, те ориентиры, на которых, соответственно, компания, опять же, базируется и благодаря которым живет. То, что лежит в основе принятия решений в этой компании и так далее. Это все можно декомпозировать. Немного глубже погрузившись. И это мы с вами попробуем сейчас сделать. Но перед этим давайте поговорим про типы. Какие вообще бывают в корпоративной культуре? Первое – это клановая. Она же семейная. Что ей присуще? Здесь довольно высока ценность каждого конкретного сотрудника. Довольно близкие взаимоотношения. То есть она прям такая, как семья. Здесь формальная и неформальная перемешана между собой. Разницы большой нет. И большинство решений базируется на доверии. То есть, соответственно, здесь вот такая максимально ламповая семейная обстановочка. И все зависит от того, какой кредит доверит и выработал между своими коллегами. Соответственно, присуще, допустим, небольшим каким-то командам, небольшим стартапам, да, редко эта штука сохраняется для каких-то вот больших масштабированных, разросшихся компаний. Просто тяжело. Просто не все люди становятся уже, ну, семьей, скажем так, да, и приходится мириться с тем, что люди разные и другие. Но когда подбираются единомышленники, это все работает превосходно. Следующая – иерархическая. Она же бюрократическая, можно так ее назвать, да. Это такая строгая конкретная иерархия, то есть, прям вертикали, прям все прописано, прям дерево, да, субординация, нужно обязательно соблюдать указы, приказы и все такое, да. И, соответственно, все решения, они базируются вот на этой самой формальной власти. То есть, позиция, которая есть, она определяет, какие решения вы можете принимать. И, соответственно, если решение принимает, допустим, ваш руководитель, руководитель ваша руководителя, тот, кто в иерархии находится выше, вы должны его исполнять. Такая строгая история, да, где-нибудь в армии, где-нибудь в каком-нибудь заводе, например, да, вот где-то там это все встречает. Следующая – адхократическая, она же партнерская. Здесь наблюдается некоторая гибкость и отсутствие бюрократии. Считается, что здесь нет каких-то жестких правил, здесь ценится что-то немножко другое, что именно проактивность. То есть, в первую очередь, эта история про, допустим, ну, опять же, наверное, не очень большие компании, потому что больших это сохранить довольно сложно, хотя тоже такие примеры встречаются. Компании, которые позволяют такой довольно либеральный стиль управления, когда большую часть решений делегируют куда-то вниз, дают свободу, и там, соответственно, вот эта самая проактивность позволяет добиваться какой-то эффективности, каких-то новых идей, новых решений. Решение базируется исключительно вот на этой самой инициативности. То есть, если есть инициатива, пожалуйста, иди делай. Иди внедряй, иди улучшай, делай все, что хочешь, все, что считаешь нужно. И последняя – рыночная. Она же результативная. То есть, это культ конкретного результата, конкретные показатели, конкретные цифры, конкретные метки. Цели, задачи – это то, что характерно этой культуре. То есть, здесь ничего не делается просто так, здесь есть у всего какой-то смысл. Некоторое «чтобы что», что называется. И решение базируется на этих самых данных. Такой «дата-дрифинг менеджмент», что называется. То есть, здесь мы не смотрим, кто кому друг, не смотрим, кто там чей начальник, не смотрим, кто является более активным, кто менее активным. Здесь мы смотрим на конкретные показатели, конкретные результаты, которые нам нужно достичь. И принимаем решение, исходя из максимальной эффективности. Вот такая вот она рыночная корпоративная культура. Аккратия – это про инициативу, которая «атата-инициатора» во многом. Здесь как бы свобода полная. То есть, если ты инициируешь какой-то процесс, пожалуйста, иди его потом делай, внедряй. Это допустимо, это разрешено. Также не стоит забывать, допустим, про концепцию спиральной динамики. То есть, надо понимать, что здесь на каждом уровне корпоративная культура будет меняться. И требование к руководителям будет другим, требование к сотрудникам будет другим. Отчасти эти вещи здесь пересекаются. То есть, допустим, та же самая афрократическая культура – это вот про зеленый, желтый и отчасти бирюзовый уровень. Рыночный – это про оранжевый, какой-то, наверное, синий уровень. Может быть, синий, красный – это больше про иерархическую вертикальную структуру. Ну и так далее. Вот такая получается здесь история. Соответственно, еще раз, по мере, допустим, развития компании, корпоративная культура может меняться. И корпоративная культура, она оставляет свой некоторый отпечаток на том, кого мы будем в итоге искать. Из чего же она состоит? Что же можно включить в составляющие, основные составляющие корпоративной культуры? Повторю, все базируется на миссии и на ценностях компании. Это вот основная база, которая обычно как-то описана. Все остальное получается путем декомпозиции, какие-то конкретные особенности, качества у нас тоже здесь будет. Первое – это решение. То есть, некоторый формат, как принято принимать решение в компании. Как раз мы, когда разбирали четыре культуры, обратите внимание, там было про пункт решения, как принимать решение. Где-то на основе позиций, где-то на основе инициативы, где-то на основе показателей. То есть, на что смотрят люди, когда они принимают какие-либо решения. Далее – открытость. Насколько информация свободна, насколько ей можно распространяться внутри компании, делиться с коллегой, может быть, даже чем-то делиться наружу. Это очень сильно отличает разные корпоративные культуры. Где-то вот прям свойство, такая вот закрытость, ни в коем случае, ничто не должно никуда утечь, невероятный фокус на информационной безопасности и так далее. Кому-то все равно. Далее. Третье – это свобода. Свобода с точки зрения всего, на самом деле, и принятия решений, и зон ответственности, и даже банально рабочего графика, качество выполнения задач. Вот здесь очень сильно многое может базироваться на этой самой свободе. Вот она вещь, про которую тоже нужно помнить. Толерантность к ошибкам. Вот эта терпимость. То есть где-то за каждую ошибочку, даже не сильно существенную, тебя могут сразу попросить. Где-то тебе дают возможность ошибаться раз, второй, третий, и считают, что это опыт, который набивается, и условно там с одного битого дает двух не бит. И, соответственно, человек, который уже ошибился несколько раз, хотя бы на те же грабли, вроде как должен не наступать. По-разному бывает, соответственно, здесь корпоративная культура от этого тоже зависит. Взаимодействие. Вы про это писали. То есть как строится взаимодействие, начиная от, допустим, там Tone of Voice, какого-то формата коммуникации, где-то принято там, не знаю, какую-нибудь там суперстройку взять, да, там матом разговаривать, еще как-то. Где-то так не принято. Где-то, соответственно, обращаются на вы, где-то на ты, ну и так далее, да. Где-то принято звонить, где-то принято писать. У мессенджера. Вот эти все взаимодействия тоже отражаются в корпоративной культуре. Разрешение конфликтов. То есть как конфликты разрешаются, в чью пользу, на что смотрят, разрешают ли вообще вмешиваться ли кто-то. Здесь тоже может быть масса разных нюансов. Самостоятельность. Насколько она у нас в цене. То есть там, где, допустим, у нас такая строго-герархическая структура, нужно делать то, что тебе сказали. Там самостоятельности особо не имеют. Там все жестко описано, регламентировано. И как бы наоборот, чем менее самостоятельный человек, тем лучше он туда вписывается. Главное исполнительность. А наоборот, например, в той же самой экократической, да и в рыночной, по большому счету. Если увидишь, что какие-то показатели падают, и вы сами возьмете на себя задачу это все исправить, скорее всего, вас только лишь похвалят. То есть здесь самостоятельность становится важнее. Инициативность. Что-то близкое, что-то рядом, но это вот про какие-то новые вещи, которые вы стремитесь внедрять в жизнь. Важная вещь – это мотивация. То есть иногда компании строятся по принципу, что вот у нас у всех есть какая-то одна общая цель, и мы к ней идем. Вот очень похоже как раз на какую-то семейную такую культуру. Иногда здесь фокус, допустим, мотивации довольно разрозненный. То есть вполне понятно, что у человека там есть какая-то своя мотивация, и люди будут пытаться вот эту самую мотивацию удовлетворять. Если это мотивация, допустим, про деньги, хорошо будет работать рыночная культура как раз таки, и вот людей так или иначе к этому типажу всех сводить. Вот такая здесь получается история. Ну и, конечно, десятое – это нормы регламента. То есть помимо вот всех вот этих вот эфемерных каких-то вещей, есть конкретные артефакты, конкретные правила, которые тоже окажут влияние на корпоративную культуру. Это и распорядок дня, и какие-нибудь там дресс-коды и прочие вещи. То, что формально описано и закреплено. Это также важнейшая часть корпоративной культуры. Вот такая история, коллеги, вот такие десять основных составляющих, которые можно здесь выделить. Теперь давайте говорить про интервью. Двинемся туда. Но прежде чем двигаться к интервью, давайте мы опустимся до уровня команд, с уровнем всей компании, да, и посмотрим, а что здесь будет справедливо для команды. Коллеги, на ваш взгляд, вот какие составляющие корпоративной культуры в целом справедливо и для команды? Вот они, я их еще раз выведу. Есть ли что-то, что мы, допустим, можем выкинуть и сказать, что в команде этого нет, на это смотреть не нужно. И с точки зрения, например, интервью команду Team Lead, то есть на это можно внимание не обращать. Есть ли что-то такое, коллеги? Или, не знаю, может быть, все вполне себе справедливо. Светлана говорит, все, Андрей говорит, все. Какие еще идеи, коллеги? Кто не согласен, что все? Все, но где-то, может быть, не полностью, говорит Михаил. Принято. Все. Важно. Нормы регламента чаще на компанию, наверное. Согласен, да. Но, условно, если вы Team Lead и будете проверять, например, Culture Fit, скорее всего, вы тоже будете проверять нормы регламента. Мне так кажется. То есть конкретные команды, может быть, все, может, в малой части. Павел, можете пример привести, где в малой части будет что-то интересное? Как вы это видите? Окей, коллеги. На самом деле, вы не ошиблись, если сказали все. То есть, если мы посмотрим на составляющие командной культуры, скорее всего, большинство из этого, может быть, даже действительно все соответствует и командной культуре. Не только корпоративной, но и командной. Имеет смысл все эти вещи так или иначе проверять, так или иначе тестировать на входе. Теперь давайте разбираться дальше. А как, собственно говоря, проверять? Какие для этого есть инструменты? Какие есть подходы? Самый простой, самый надежный, в то же время, самый рискованный, наверное, подход это прямые вопросы. То есть, мы просто берем и спрашиваем. В чем здесь опасность? В том, что мы можем получить какой-то социально одобряемый ответ. Это может нам показаться чем-то честным, что человек действительно ответил. И вот вроде как все стало на свои места. То есть, что можно спросить? Что вас мотивирует в работе? Что не мотивирует? Нормальный вопрос. Вполне нормальный. И зачастую даже лучше задавать такой вопрос максимально прямым образом, без каких-то приукрас. Но что мы можем получить на выходе? То, что человек считает является важным для этой компании. То есть, не каждый здесь будет отвечать честно. Вот в этом есть определенный риск, определенная проблема прямых вопросов. Но тем не менее, если мы это спрашиваем, мы знаем, наверное, про мотивацию этого самого сотрудника. Что еще можем узнать? На самом деле, можно узнать многое. Допустим, про свободу. Человек может начать вам рассказывать, что для него важно, что никто не ограничивает его в рамках его рабочего дня. Понятно, для него цена на свободу на определенном уровне. Про самостоятельность. Для меня, меня мотивирует, если никто не стоит надо мной с мячом, да, дает мне спокойно направление задачи, и я ее дальше делаю. Тут же инициативность. Меня мотивирует, если мне дают задачу, и не рассказывает, как ее делать, соответственно, просто ожидают результата. То есть, все эти вещи, так или иначе, могут отвлекаться, отзываться в ответах кандидата. Важно это наблюдать, важно за этим смотреть, и важно, соответственно, все это фиксировать. Не пытаться лишь только ставить галочку, что окей, мотивацию я спросил. Она у него вот про денежки, например. Если мотивирует деньги, ничего там плохого нет, просто один из типов мотивации. То есть, вы дальше будете знать. Смотрите, мотивирует человека деньги. Для вас это блокер или нет? Блокер, если вы не готовы ему нормально платить деньги. Ну, если вот такая вот ситуация. Если вы готовы платить нормальную зарплату, допустим, ту, которую он просит, в принципе, при этом готовы рассматривать варианты каких-то дополнительных, там, сверхурочных, не знаю, премий, еще чего-то, для вас это не блокер. Для вас это может быть некоторый риск того, что, допустим, человек может потом, через какое-то время, уйти, если он предложит более интересные условия. Но, тем не менее, это же неплохо. Это просто факт. То есть, вы должны знать и понимать, что вот есть такой человек. А дальше идете вы на это риск или нет? Это уже вопрос к вам. Допустим, для сотрудников отдела продаж, вот просто по опыту, наилучшим мотиватором являются деньги. То есть, лишь те сотрудники, которые ориентированы на деньги, они, соответственно, зарабатывают хорошие результаты для всей компании. Вот такая вот история. Здесь хорошо все по-своему. Допустим, там вопрос, какой уровень контроля для вас приемлем, какой нет? Опять же, прямой вопрос, который тоже может получить на выходе, ну, такой социально добремый ответ. А может не получить, почему нет? Это история, в первую очередь, про свободу. То есть, задавая такой вопрос, мы хотим понять, насколько человек ценит свободу, насколько она для него важна. Но в то же время он может начать отвечать нам и про самостоятельность, и про толерантность к ошибкам и так далее. какой уровень контроля? Я не люблю, если там меня начинают ругать за ошибки и так далее. Может, человек такой ответит. Соответственно, я там хочу иметь возможность эти самые ошибки сам за собой исправлять. Например, я там хочу самостоятельно работать и приносить конкретный результат. Или наоборот, человек может сказать, я не очень люблю, вот как бы, знаете, не четко сформулированные задачи. Это значит, что самостоятельность здесь хромает. И нужно будет ему эти самые задачи разжевывать. То есть, вот так вот нужно интерпретировать подобные ответы. Едем дальше. Второй вариант – это кейсы. Кейсы, некоторые ситуации, которые мы моделируем, да, и смотрим, как человек в этих ситуациях будет разбираться. Ну, допустим, такая история. Заказчик увидел в бэклоге задачу рефакцирования модуля API и не понимает, что это, почему должен за это платить. Попробуйте ему объяснить. Что будет делать человек? Он будет пытаться здесь как-то выкручиваться. Что мы здесь проверим? На самом деле, очень многое. То есть, во-первых, взаимодействие, каким языком, как он будет подходить к заказчику, насколько формально, насколько неформально и так далее. Его самостоятельность, то есть, он может сказать, я вообще вот в это не полезу, это не моя работа, пусть вот темлит идет и выясняет, объясняет, или пьем, например. А может начать сам пытаться объяснить по заказчику, это как бы тоже будет свидетельствовать о некоторой инициативности, о некоторой самостоятельности. То есть, по тому, как человек отвечает, мы можем оценить, насколько он вот в эти вот вещи готов идти. А далее сравниваем с тем, что нужно нам, с тем, что принято в нашей команде. Далее, другой кейс, например. Вот Джун из вашей команды сделал некачественный пул-реквест. Там очень много ошибок. Вам достается пул-реквест на ревью, что вы будете делать. Какие могут быть варианты ответа? Ну, на самом деле, опять же, многое. Что мы здесь проверим? Да тоже очень многое. Толерантность к ошибкам. Он может сказать, это неприемлемо, соответственно, Джун должен теперь страдать, должен идти все это исправлять и так далее. Он может сказать, я помогу ему, дам какую-нибудь наводку, может быть, даже сяду с ним рядом и помогу ему эту проблему решить, эти комменты исправить, эти замечания как-то вот зафиксить. Это будет свидетельствовать о разном уровне толерантности к ошибкам, о разном уровне взаимодействия. Здесь тоже, в принципе, история про инициативность и так далее. Норма регламента, он может сказать, а это вообще, как бы, с точки зрения моей работы, причем здесь, да, то есть, как бы, ну, вот, я комменты оставил и все, он идет дальше исправляет. Это не мои проблемы, чем он будет делать, да. Может быть, и так вполне себе. История про мотивацию, да, кто-то хочет, допустим, других учить, да, кем-то управлять, кто-то не хочет. Это тоже интересно, тоже важно. Здесь, тоже нужно смотреть. Далее, третий вариант, это стресс-тестер. Но не нужно здесь путать с такими вот историями, когда мы там сажаем человека в некомфортном условии, под кондиционер, например, лампу в лицо направлено. Здесь не то. Это, по сути, те же кейсы, только в них постоянно увеличивается уровень вот этой напряженности, уровень стресса. Ну, например, мы говорим, вот смотрите, вы сидели на работе, задержались, увидели, что прот упал. Что будете делать? Человек говорит, ну, наверное, там сообщу, куда надо, позову руководителя, позову, не знаю, директора по инфраструктуре, кого-то там. Мы говорим, окей, ситуация такая, никто не отвечает, трубки не берет, что будете делать? Человек начинает дальше выкручиваться, потом охранник говорит, что закроется через 10 минут. И еще можно до бесконечности усиливать этот кейс, таким образом увеличивая уровень стресса. В определенный момент мы упремимся в тот предел, в предел некоторой самостоятельности, цели устремленности человека. И тем самым проверим как раз-таки многое, то есть решение, которое он принимает, как он готов вообще в стрессовых ситуациях действовать, его уровень самостоятельности, его отношение к нормам, к регламентам. Можно сказать, это не моя работа. Это инфраструктурщики, сырые, кто угодно этим всем занимается. Я вот, не знаю, тикет заведу и пойду домой, потому что не мое это все. Если у вас там строгая культура соблюдения норм и регламентов, значит, как бы все нормально здесь. Причем тут разработчик упавший в прод. Ну, если это, например, небольшой стартап, даже если большой, в принципе, если прод упал, наверное, было бы неплохо, если бы кто-то его пофиксил. И если разработчик как минимум уведомит тот же самый саппорт, если он есть, а если его нет. Бывают довольно небольшие компании, довольно небольшие проекты, где разработчик сам все и делает, по большому счету. То есть, здесь вот история в том, что как раз-таки культура вот каждой такой команды будет отличаться. Для вас важно, чтобы он ответил, ну, именно то, что вы от него ожидаете, что было бы хорошо для вашей компании. То есть, еще раз, если у вас как бы наоборот табу нельзя, то есть, заведи тикет и все, а дальше там круглосуточное СРЕ подтянется и все решит. Все, значит, это ответ правильный и вы его должны поощрять. Если наоборот человек говорит так, а для вас важно, чтобы он пошел и начал справлять, потому что это нормальная практика вашей команды, поднимать прот, который упал, то значит, для вас этот ответ будет неприемлемым. Вот в этом здесь как бы история. Кто код пишет, тот за него и отвечает. Мы в ответе за тех, кого написали, получается так. Допустим, другой стресс-тест. За пять минут до важного демо вы обнаружили, что приложение не стартует, не запускает. А значит, показывать нечего. Заказчик уже орал в прошлый раз на прошлом демо, что вы ничего не делаете. Что будете делать, какие ваши действия. Молчать нельзя, к меню должен присоединиться к решению. Наверное, да. Далее мы начинаем опять же нагнетать. Вот заказчик пришел с своим боссом. Соответственно, ситуация хуже. Человек говорит, я попробую с заказчиком договориться, не получается, он с боссом пришел. Соответственно, босс этого не вытянут. Далее там, попробуй эскалировать нашему боссу, а не получится. Заказчик его уже привел, вот он уже на демо сидит и ждет, что вы будете показывать. Ну и так далее. Здесь можно тоже до бесконечности усиливать этот кейс до того момента, пока человек просто не скажет, что он сделал все, что мог. Что он проверяет, здесь то же самое. То есть, это и решение, самостоятельное взаимодействие, разрешение конфликтов даже в какой степени, потому что здесь у нас конкретный конфликт интересов. Странные проверки. Не знаю, может быть. Текст регламента нет. Почему? Какого регламента? Что иметь в виду, Василий? Можете пояснить? Так, понятно. Смотрите, здесь в этом и история, что человек будет опираться не на регламенты, которые приняты в компании, не давать на социально одобряемый ответ, а будет опираться на свои какие-то ориентиры, что для него нормально. И так вы узнаете как раз, насколько он матчится с вашей корпоративной культурой. А если вы дадите ему регламент, он прочитает, скажет, ну понятно, я буду действовать вот так, как здесь написано в пункте 3 под пункт 4 параграф 6. Вот как бы все описано, я буду действовать так. Вот, все, пожалуйста. Тот ли это ответ, который вы хотите получить? Скорее всего, нет. Вы ничего не узнали в этом случае. Если это и важно, чтобы регламент следовал, тогда человек так и скажет. Он может, в принципе, так и ответить, коллеги, я не знаю, как я поступлю, потому что мне нужно понимать, какие регламенты приняты в вашей компании. И это нормальный ответ, если в вашей компании цены регламенты и как бы для вас важная часть вашей культуры. Да, проверим, совпадает ли ценность. Все верно. Называется, запутайте, хорошего человека упустить потенциально. Это не ценность, а выдуманная ситуация. Ну, соглашусь, Василий. Вы здесь никого не запутывайте, более того, как бы у этой задачи нет правильного, неправильного ответа. Здесь вопрос смотрит, на то, как человек рассуждает, и все. Мнения разделились. Окей, коллеги, давайте будем продолжать. Есть еще несколько вариантов. Давайте разбираться. Четвертое – это провокации. Здесь мы конкретно пытаемся спровоцировать некоторый такой конфликт разных ценностей, наверное, у человека. То есть, допустим, ситуация следующая. Коллега обращается к вам с вопросом. При этом днем ранее он конкретно размотал, не в самой лицеприятной форме, с разными формулировочками, ваши pull request. Что вы будете делать? Здесь можно посмотреть и увидеть, насколько человек обижается на это дело, не обижается, насколько он, опять же, толерантен к ошибкам в этом случае. Окей, там мой коллега был неправ, но я его за это прощаю. Или наоборот, если человек так ответил, значит, я точно так же ему сейчас навалю pull request. Получается такая вот история. Здесь же про взаимодействие и про разрешение конфликтов. Надо рассказать кандидату детально, в чем культура. А как вы это расскажете детально? Тогда вы получите очень-очень социально добремый ответ, это Василий. То есть здесь в этом и история. Если вы максимально подробно расскажете кандидату до того, что вы будете его спрашивать, вы получите просто ожидаемый ответ и все. Он не будет пытаться говорить честно. Ну, не все, конечно, так делают, но очень многие. Не будет пытаться говорить честно, а будет пытаться говорить то, из-за чего его возьмут на работу. Вот в этом разница. Вопрос в кейсе. Классная проблема может быть в том, что люди не всегда честны. Да, не всегда честны. И это правда. Поэтому мы пытаемся закопаться поглубже. Далее, допустим, еще одна провокация. Вы знаете, что фича не готова до конца и регресс не сделан, но PM просит вас помолчать об этом и на демо с заказчиком. Что вы будете делать в этой ситуации? Тоже интересный кейс, такая провокация, которая проверит вас, человека, на его честность, на открытость, опять же взаимодействие, насколько он там готов к какую-то взаимовыручку, допустим, инициативность, соблюдение норм регламентов. Может быть, это как раз таки запрещено в вашей компании. То есть, вот это все как раз мы можем увидеть из того, что человек будет отвечать. Вот примерно такая получается здесь история. Далее, проективные вопросы. Вот такая интересная штука, которая позволяет нам немножко посмотреть с другой стороны, как бы вывернуть немножко человека, может быть, наизнанку, может быть, не очень наизнанку, но как-то с другой стороны. В чем здесь идея? В том, что мы не спрашиваем про конкретного человека, а спрашиваем как-то в общем. Почему люди делают так? Почему разработчики делают так? и так далее. И здесь человек, отвечая, скорее всего, будет выдавать какую-то свою точку зрения, как он в подобной ситуации поступает, как он это все видит. Допустим, почему разработчики продалбывают сроки? Получаем какой-то ответ. Да и это потому, что вот менеджеры там тупые, нифига нормально все не делают, ничего не объясняют. Окей, ясно, у человека вот проблемы, соответственно, с менеджерами. Можно сказать, ну, потому что они балбесы, очень много времени там, не знаю, в интернетах сидят, смотрят, может, конечно, что-нибудь еще делают, да, там, вот, вот, как бы отвлекаются. Вот такая получается история, да. Что проверим? Ну, допустим, ту же самую открытость, толерантность к ошибкам, самостоятельность и подобные вещи. Так, можно я нырну немножко в чат? Хороший кейс, ага. Больше стационных вопросов, как поступил в такой ситуации, расскажи подробнее, чего мы достигли через год и прочее. Да, можно так, это тоже хорошая история. Не пускай, что на кейс ответы могут вызывать первые пришедшие в голову ответы, особенно если накрыло волнение. Так это же хорошо, Юля. Вы же ждете самых первых пришедших в голову ответов. Это же самые честные, самые настоящие. То есть человек не додумывает контекст, не придумывает, как бы ему выглядеть лучше в текущей ситуации, а говорит ровно то, что есть на самом деле. Это то, чего добивает с этим интервью. Насколько такие свои вопросы объективны? А чем они будут отличаться? Также объективны? Почему нет? Мне кажется, будут. Возможно, кто-то не согласен. Не согласится с этим. Окей, едем дальше. Допустим, следующий проективный вопрос. Что мешает людям быть честными на работе? Здесь снова человек будет рассуждать не о том, почему он честный или не честный. Опять же, не будет воспринимать этот вопрос оскорбительным, если вы скажете, вы не честны, почему вы, может быть, не честны. А будет рассуждать абстрактно, почему люди так делают. Но при этом мы увидим его образ мысли, что он под этим подразумевает, какие ценности там у него есть. И это снова история про открытость, про свободу какую-то. Опять же, про взаимодействие, разрешение конфликтов и так далее. Вопрос, почему айтишники увольняются. Здесь мы снова узнаем про то, как решение принимает человек, на что он смотрит, его мотивация какая-то. Почему увольняется? Кто же денег больше дает? Понятно, человек про деньги думает. Почему увольняется? Потому что развитие, а не стеклянный потолок. Окей, значит, наверное, человеку развитие важно. Ну и так далее. Опять же, свобода какая-то, разрешение конфликтов. Почему увольняются? Потому что поругались с менеджером, не сработались и так далее. Это все очень быстро всплывает, и по таким маркерам становится понятно, что для человека важно, а что нет. По сути, этих способов проверки много. Вот мы с вами пять основных таких разобрали, можно еще накидать, в принципе, по большому счету. Но суть везде будет одна и та же. Суть в том, что нужно получить картинку кандидата, его образ мышления, как он видит это все, как он это смотрит, как он расставляет приоритет. А далее сравнить с вашим, с той, которая есть в вашей компании. И посмотреть, вот то, что видит кандидат, его вот эта система ценностей, назовите ее так, она соответствует тому, что принято в вашей команде? Если да, culture fit полный, все прекрасно. Если нет, совсем не соответствует, значит, лучше и не пытаться этого человека брать, потому что у вас будет серьезный конфликт, и потом он в итоге все равно уйдет, и может наворотить еще и делу. Если есть какие-то нюансы, про это дальше. То есть расхождение, это некоторые блокеры, блокеры либо риски. Вот если расхождение серьезное, это скорее всего блокеры. Если не серьезно, это некоторые риски. Почему эти вопросы не могут задать HR? Классный вопрос. Смотрите. HR могут и даже должны задать. И скорее всего, они будут эти вопросы задавать. Если у вас есть такой помощник, как HR, это здорово. И что от вас будет требоваться, просто раскинуться в кресле и слушать, что говорит кандидат. Для того, чтобы сформировать свое мнение, свое видение, чтобы опять же сделать правильную оценку. В этом случае у вас больше шансов, потому что вы не отвлекаетесь на придумывание, на сами вопросы. Но часто бывает ситуация, когда HR нет, не присутствует. Например, вот как раз таки, мы берем интервью, допустим, либо внутри компании, ну это конечно же редкость, там колчешки совпадет, но допустим интервью какого-нибудь подрядчика. Там чаще всего HR не присутствует на этом. И мы, соответственно, силами одного лишь темлида должны прособеседовать человеку и понять, подойдет он в команду или нет. Соответственно, придется самому придумать эти вопросы и задавать. Можно позвать HR, он поможет, это здорово, но мне кажется, самому тоже стоит понимать и уметь их формулировать. Направить ли нам презентацию? По-моему, направить надо. Должны. Все должно быть в итогах материала. Окей. Едем дальше. Блокеры или риски? Давайте здесь разберемся, чтобы эту тему как-то немножко дозакрыть. Здесь как бы нет однозначного конкретного ответа, потому что все будет зависеть от контекста и конкретной, конечно же, команды, конкретной позиции. Блокеры иногда это риски. Ну, например, блокеры. Неинициативные. В каком случае это будет блокером? Если мы, допустим, отправляем человека в тесное взаимодействие с заказчиком, то есть команда помогает никому. Мы понимаем, что если он неинициативный, заказчик это быстро увидит, да, если человек еще, допустим, выгнал перед этим человека, который был не очень инициативным. Соответственно, проект мы здесь потеряем. Нам нужен инициативный. Не подойдет, да? Допустим, требует усиленного контроля. Такая же история. Требуется автономность, довольно высокая, небольшая команда, сеньорная, некогда, сроки горят, соответственно, то есть никто не сможет человека там как-то мониторить и контролировать. В этом случае, в этой ситуации получается, что такой человек нам не подходит. Для нас это будет блокер. Не принимает обратную связь. Ну, такой на самом деле будет блокером, наверное, почти в виде. Очень мало коллективов, которые охотно будут работать с таким человеком. Это уж тяжело. Это уж его не исправить совершенно. Вообще никогда. Что может быть рисками, допустим? Сложно контактировать. То есть мы понимаем, что его будет сложно разговорить, там сложно общаться другим коллегам с ним, ну и так далее. То есть это не является блокером. Наверное, для работы это, в принципе, не так уж и критично, но надо понимать, что нам потребуется определенное дополнительное мероприятие, почаще с ним тет-тет-это проводить, можно кого-то еще привлекать, чар, чтобы он нам помогал с этим. Вот примерно так будет выглядеть наш план действий. Излишне требовательный к себе и другим. Какой излишний перфекционист? В чем здесь риск, в чем проблема? В том, что он будет до бесконечности перфекционировать и требовать того же от остальных. У нас, допустим, команда такая вся на результаты, может где-то там на что-то закрыть глаза ради того, чтобы сделать одну большую цель. В этом случае риск. Не сказать, что это блогер, потому что, в принципе, как бы он, наверное, в хорошую сторону здесь двигается, но, тем не менее, риск здесь есть. Про него тоже нужно помнить и, соответственно, принимать здраво-взвешенное решение. Ну, там неохотно идет на конфликты, допустим, да? То есть человек охотнее заминается, там, я не буду ни с кем спорить, ни с кем ругаться, как скажете, я так весь делаю, да? С одной стороны, ничего там плохого нет, с другой стороны, есть риск, что какие-то проблемы будут заметаться под ковер, под сукно. Если у нас так не принято, если у нас люди идут в лоб, допустим, на какие-то конфликты ради того, чтобы найти какую-то истину, договориться, может быть, немножко поспорить, но договориться, то это будет немножко тяжеловато. Будет ли это блокером? Наверное, нет. С этим можно работать и можно там придумать, как это обходить. Поэтому это риск. Вот такая здесь история, коллеги. То есть если блокер, мы принимаем решение не брать. Не брать и все. Если риск, то составляем некоторый план, как этот риск митигировать, как мы будем его обходить. То есть, еще раз, допустим, если человек сложно контактирует, наверное, придется его разговаривать, потому что вот этот уровень доверия, который необходим, его придется дольше набирать. Поэтому получается, у нас появляется такой пункт плана. Если с планом у нас получается окей, то есть мы понимаем, что вот хорошо, есть вот такие действия, мы их сделаем, и, соответственно, тогда все риски мы митигируем, значит, соответственно, можно брать все нормально. Вот так примерно это все, коллеги, работает. Так примерно вся картинка вкладывает. Скажите, есть ли сейчас вопросы? Или все в общем и целом понятно? Поставьте, пожалуйста, плюсик или реакцию какую-то, если понятно. Напишите свой вопрос, если есть вопрос, минус, если вопросов нет. Как быть, если человека берем на удаленку? А что меняется в этом случае? То же самое. То есть просто вы будете немножко на другие качества смотреть, наверное, для вас важнее будет самостоятельность, важнее будет какая-то коммуникабельность, важнее будет автономность, допустим, у человека, да? Вы будете более строго обращать внимание на эти вещи. Вот и все. А по сути, там сам состав, ну там вопросы, которые вы будете задавать, сама структура интервью, они будут те же самые, в принципе. Бывает компания, где Gendir проверяет соответствие культуре, и там этих всех вопросов вообще нет. Смотрите, там есть другие вопросы, и на самом деле бывают люди, которые как рентген, вот они прям за несколько буквально фраз могут понять, что за человек перед ним, и соответственно, вот прям принять решение, подойдет, не подойдет. Таких людей, к сожалению, И действительно, такие компании бывают, здесь я спорить не буду. Но бывает не меньше вот таких вот компаний, а даже больше гораздо, где вот Gendir проводит подобные мероприятия, не задает таких вот вопросов, а на выходе, как бы, человек не вписывается в корпоративную культуру. И там это все просто сводится к тому, что Gendir должен сам принять решение, а не кто больше. Вот и все. Раз для маленьких компаний. Насколько часто по опыту кандидаты с рисками или блокерами? С рисками очень часто. Это нормально на самом деле, то есть, ну, как бы мы не идеальны, и там сложно найти идеальный кусочек пазла, который встанет. То есть риски – это нормальная история, важно готовливать с ними мириться, и как их можно обрабатывать. Если риски не очень серьезные, то окей, просто берем и делаем. С блокерами – ну, пореже. С блокерами, конечно, меньше кандидатов. И это вопрос или исполнителя, если собеседуем руководящую позицию. Вопросы будут другие, Александр. То есть подход тот же самый, вопросы другие. То есть вы будете спрашивать уже кейсы не про то, как ты будешь там заказчику что-то объяснять, вы будете спрашивать кейсы про то, как управлять командой, как решать там проблемы, конфликты в этой команде. Как вы будете управлять, как будете задачи распределять. Вот у вас Петя с Васей поругались, как вы их мирить будете и так далее. То есть у вас просто кейсы переедут на уровень именно руководителя кейсы будут прийти задачи которым должен выполнять вот и все а сами по себе там типажи этих вопросов они будут уж там удаленки то есть мы его не видим и не увидим все равно не понимаю ну на удаленки до вы имеете ввиду что он никакого не будет влияния оказывать на корпоративную культуру и типа нам все равно пишется он или нет я не думаю в любом случае это будет некоторая проблема для нас то есть если вы берете человека которому вы вот не глядя отсыпаете скоб задач каких-то да потом получаете результаты на этом все и он никак не интегрируется внутри компании ну а сотрудник ли он в этом случае наверно тогда не сотрудника просто подрядчик ну для подрядчика не столь важна корпоративная культура на вы не внедряете в команду другим не взаимодействует пусть работа как вам нравится здесь можно работать вообще в юридической плоскости вот те контракт вот это за дело вот если же он так или иначе взаимодействует с командой с другими сотрудниками и в компании интегрируется все нужно проверять получивший насколько могут меняться эти критерии в зависимости от срочности найм экономической ситуации технического кандидата смотрите здесь обычно меняется толерантность к рискам то есть если у вас вот есть какие-то такие вот факторы которые говорят о том что нужно быстрее срочнее нанять и закрыть эту позицию вы будете скорее толерантнее крик то есть если вы можете выбирать там начнется эта история там ну нету огня в глазах ветра в волосах поэтому не возьмем если у вас горит вакансия вы будете идти на довольно серьезные риски пытаться их митигировать на старте чтобы как-то все-таки с человеком справиться вот вот наверное в этом будет разница а в остальном все то же самое сам по себе процесс интервью будет такой же весь меняется процесс принятия решения по вашему опыту сколько в среднем времени уходит на поиск руководителя силы его который идеально совпадает том числе пока чертит компании калибр плюс-минус 100 подчиненных юлия не знаю сейчас я никогда не сталкивался с поиском силу кандидатов на мы искали кандидат в уровне ниже и это занимало месяц и до полугода например осмелись предположить что если мы говорим прям идеальный какой-то матчинг да то это может и годами лиц то есть силы в позиции мало на рынке но и кандидат так много поэтому вот эти два множества они сложно пересекать с собой вполне себе гадание прошлом опыту вопросы по culture fit стоит задавать не только на только финальном собеседовании не обязательно может какие-то вопросы на старте это задавать например самый стартовый скрининг он позволяет как раз выявить там какие-то базовые допустим несоответственность культуры прям самые 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 мотивации еще с чем я знаю компания в которой всех нанимают исключительно с красным типажом по диску то есть таких вот уверенных решительных вот таким психотипом и соответственно для них там один из критериев на старте это пройти тест на диск показать что если ты не красный значит как для них это там прям блоки то есть это происходит задолго до вообще старта найма по сути мини тестовое задание пройти и такое тоже бывает почему нет как распознать кандидате банальную лень а вам надо распознавать степан то есть смотрите если мы говорим про лень с точки зрения того что вот он красиво например рассказывает а в итоге будет работать плохо да скорее всего на интервью это не очень распознает даже общение скуму почти невозможно то есть это либо история про какие-то отзывы допустим с прошлых мест работы либо вам придется просто попробуйте увидеть этого лучше потому что вот лень такая история когда человек в принципе может да но почему-то не делает вот почему не делает вопрос открытый не делать потому что не хочет когда вы ничего не знаете как лучше тогда в совокупности провести интервью предположим иначе из таких вопросов и кандидат ответил не удовлетворительно продолжать ли интервью задавая вопросы по технички или начать технички закрепить этими вопросами слушать это нормальная история на саму не знаю все по-разному к этому относится на мой взгляд это нормально если вы допустим говорите что уже на кандидат на вот ваши ответы не соответствует тому чего бы мы здесь хотели давайте не будем тратить время друг другу и спокойно разойдет поэтому если так получается мне кажется нормально так сказать объяснить главное что вот здесь мы с вами не сходимся и наверно ничего у нас с вами не получится если хотите более полную картину и вам не жалко времени пожалуйста можно попробовать провести что эффективнее на тот взгляд при определении culture fit проективные вопросы и кейсы или вопросы на оценку по компетенциям стиле расскажите как вы действовали такой-то ситуации вопросы на оценку по компетенциям стиле расскажите как вы действовали в какой-то ситуации тоже тоже про кейсы только вы имеете ввиду какие-то кейсы из прошлого человека на карте эффективно лучше комбинировать короче говоря чем больше вариантов вопросов вы будете использовать тем шире будет ваша интересный результат ведь последний вопрос коллеги что за вопрос про красный красный психотип по диску давайте сейчас напишу я сейчас не буду глубоко уходить но может погулять посмотреть есть не совпали пока чертит последний вопрос есть ли смысл попробовать с этим же кандидатом встретиться еще раз после если культуры компании не менялась если да через какое время я думаю что имеет смысл люди меняются это нормально вопрос через какое время мне кажется не меньше года должно пройти возможно даже вопрос не время каких-то событий которые с человеком произойдут и здесь нормально будет начать диалог с фразы там условно что поменялось вашей жизни какой опыт вы приобрели за это время вот примерно так так коллеги я наверно передам микрофон никите ему тоже можно много важных слов сказать да и на самом деле хотел дополнить вопрос степана касательно лени у меня был кейс когда человек весь из себя такой классный очень заряженный на интервью когда я его собеседовал а потом что-то пошло не так и там испытательный срок он не прошел и мы стали практиковать такой банальный вопрос но кандидаты зачастую к нему не готовы это банально представь вот я сейчас прошу контакты текущего или прошлого руководителя прошу его оценить тебя как сотрудника как ты думаешь насколько тебя от 1 до 10 оценят где один это очень плохо 10 это очень хорошо и есть как бы просто внутренние маркеры когда если человек говорит что 10 ну или 9 без каких-то комментариев то я таких людей не рассматриваю потому что тут немножко с самолюбием уже начинаются проблемы если оценивать ниже 7 то человек тоже себя возможно недооценивает это тоже перетечет в какие-то проблемы плюс во многих компаниях практикуется история когда реально на финальном этапе уже после всего общения берут контакты рекомендателей и напрямую спрашивают привет там иван васильевич ты с ним работал я сейчас хочу вы себе взять на работу как ты думаешь брать мне его или нет классно он или нет и зачастую особенно founder или силу его коллеги активно делятся с коллегами чтобы сделать ну benefit и особенно если коллеги хорошо разошлись поэтому вы тоже можете степан брать это на вооружение два согласен есть такой подход вот про ту методику который ты говоришь мне честно говоря опыта не хватает мне были статистику надо посмотреть я так не делал какие вопросы поэтому комментирую словами тогда передашь мне ненадолго демонстрацию конечно да да коллеги я бы вот как обещал чтобы сделать какую-то вот эту микро рекламную паузу более органично и чтобы просто все сейчас не отключились пить чай кофе во первых хотел спросить мы еще не закончили опять же насколько пока что контент заходит насколько мычатся ожидания реальность можете реакция или в чате в любом виде это отобразить потому что вот я вижу чат у нас очень активный мне очень нравится эта тема потому что в россии по сравнению там с европой эта тема не так популярна как мне кажется и особенно многие боятся именно у айтишников спрашивать какие-то культурные вещи культурные особенности хотя например ни для кого не секрет что на западе в тех же штатах в крупных эти компаниях в первую очередь смотрит именно на то как ты общаешься с людьми какой ты человек вот и на самом деле плавно подводя к этому хотел поговорить про одну из историй которую и одну из тем которая очень достаточно важна это человек когда способен обучаться самостоятельно либо с помощью кого-то чего-то и немножко хотел поговорить про это вот вижу классные ответы по поводу обратной связи коллеги спасибо хотел именно поговорить про стратегии обучения возможно как раз у вас будет какой-то в этом плане какие-то интересные кейсы или истории вот мы выделили четыре ключевых не буду делать сильного акцента на каждом но наверное вот самое банальное это онлайн курсы это то чему обучаем мы есть большое количество конкурентов на рынке илья говорил что он тоже достаточно много преподает тут достаточно понятно вы там отдали своего сотрудника которого там хотите чтобы он какой-то заперформил проект или пошли сами ну есть какой-то контент есть какая-то домашка есть какая-то практика он это делает и учится есть история с наставничеством кстати коллеги вот у кого компании практикуется эта история либо система body как по мне это очень прикольная внутренняя история которая классно формирует в том числе корпоративную культуру и culture fit напишите было ли у кого такой подход в развитии и росте команде вот у светлана любит быть наставником очень классно зачастую вообще и работодатели всегда такие инициативы поддерживают есть такая история особенно в крупных компаниях как внутренние центры обучения тут из больших плюсов что компания создает систему изнутри она знает особенности команды она знает какие-то рабочие процессы но здесь есть определенные риски что эта система находится немножко в вакууме в рамках одной корпорации как правило и поэтому не всегда она достаточно объективно ну и network это большое количество конференции сейчас последние там несколько лет оффлайн конференции очень сильно возвращаются и осень и весна это наверное самый бум всех конференций body да очень сырой подход как по мне как такова культура нет нагрузку могут дать в целом да то есть тут очень сильно зависит от команды у меня лично была история когда это не было прям body body но у каждого новенького был какой-то закрепленный координатор который отвечал на абсолютно самые глупые вопросы и это очень многим ребятам особенно молодым который только после универа с маленьким количеством опыта очень помогало как раз таки то про что говорил думаю от нему не больше пяти-семи минут и мы перейдем к самой важной теме как по мне это вот самые конкретные вопросы которые рекомендует илья своими я поделюсь отдельно если я разрешит вот но пока хотел немножко поговорить про возможные кейсы с точки зрения именно обучение вашей команды если вы руководитель если вы там project product team lead c-level manager либо у вас просто есть своя команда что вообще вам может быть с этой точки зрения полезно мы как отус уже обучили больше полутора тысяч компаний точнее мы обучили больше полутора тысяч компаний где сотрудники к нам пришли как я уже говорил у нас больше 130 курсов все курсы у нас не в записи это физические вебинары как вот сейчас где есть спикер есть единственное отличие это участники могут как в зум-конференции задать свои вопросы уже голос мне кажется это вообще круто просто нас тут достаточно много и был бы небольшой возможно мест нас большое количество преподавателей и вот последняя статистика сентября что уже больше 23 тысяч студентов за последние пять лет и если говорить про то какой бенефит для самого студента или самого там вашего сотрудника во первых мы программы делаем совместно с такими же практикующими преподаватель в том числе там с ильей с другими коллегами они также непосредственно принимает участие в составлении учебной программы ну что если какая-то тема не заходит либо прошлому потоку она просто показалась непрактика применимой мы просто сносим и делаем что-то более подходящее мы даем сертификаты после обучения об успешном прохождении курса или свидетельстве о повышении квалификации для многих коллег это важно у нас все-таки работа в онлайн формате тут были вопросы про интервью в по culture feed в онлайне но последние там вот с 20 года реальности таковы что в онлайне можно выстроить очень классную работу это очень сложно но это возможно и в онлайне также и происходит обучение и это в том числе классный маркер человека который может сам организовать свою работу и свое обучение так и чем в целом выгодно корпоративное обучение что во первых у нас идет защита от хантинга в отличие от того что человек сам пошел учиться у нас есть партнерские курсы и есть доступ к базе резюме студентов если ваш сотрудник идет учиться от вашей компании такого сто процентов не будет мы занимаемся оценкой навыков то есть проверяем как изменились профессиональные навыки вашего сотрудника до после и во время обучения проводя определенные скоринги мы анализируем его прогресс тем самым коллегам из чара дело и вашему руководству будет понятно не просто ли так заплачены деньги за его обучение помогаем бизнесу даже на этапе обучения то есть у нас есть большое количество кейсов когда мы во время обучения берем какие-то конкретные кейсы от конкретных работодателей и мы вместе их разбираем таким образом и компания получает много различных вариантов и понимает а верно ли вообще мыслит тот или иной сотрудник ну и также у нас для многих наших клиентов особенно кто достаточно много отдает своих сотрудников на обучение есть естественно скидки на курсы вплоть до 25 процентов если говорить про продукты ранее я уже говорил есть классические курсы когда ваш сотрудник пошел на какой-то курс и учиться со всеми остальными здесь все просто и понятно есть история про кастомные курсы мы периодически о них более подробно рассказываем но если коротко мы делаем курс под вашу компанию под вашу бизнес задачи прям конкретно под вас можем кастомизировать время обучения можем чисто обучать вашу команду упирать какие-то блоки добавлять чтобы не тратить лишнее время и получать максимальный профит есть партнерство на курсах если вам интересно фоном именно вопросы найма закрывать они обучение сотрудников такое у нас тоже есть и вот как раз таки найм через обучение это прям конкретный продукт когда берется какая-то группа студентов решают проходят обучение решают ваши кейсы и фоном вы их отслеживаете вы смотрите на то как работают данные студенты они знают что это обучение идет в рамках конкретной например дальнейшей стажировки и они уже лояльны к вам как к бренду и вам нужно будет тратить меньше денег на анбординг меньше времени на найм и мы последний наш кейс читали если в среднем найм специалиста идет от 300 500 тысяч рублей вот весь весь найм то здесь выходила при найме от 10 человек около 60 тысяч там экономия была более чем в три с половиной раза если есть коллеги которые активно принимали участие в найме сотрудников я думаю они поймут что это достаточно низкие косты вот как раз я уже подробнее рассказал не буду наверное останавливаться и если чуть-чуть заполнять и не повторяться у нас есть свой своя чар команда и центр карьерного консультирования которые понимают ключевые тренды в рекрутинге в и чар подходе чтобы если вам опять же нужно именно и чар вопроса закрыть через обучение ну и у нас есть своя команда маркетинга если вдруг вам нужно дополнительно привлечь более интересных людей то мы можем как раз с этим помочь дмитрий нанять вас за 60 тысяч на самом деле здесь интересно это потому что деньги которые закладываются на найм то нет те деньги которые тратятся конкретному специалисту это затраты на и чаров на рекламу на размещение и прочее и за эти пять лет уже более 350 партнеров работают с нами вот здесь указаны наверное ключевые логотипы и если вы понимаете что сейчас вам не совсем релевантно обучать именно вашу команду вы можете пойти соответственно учиться к нам самим я указал здесь наиболее наверное релевантные для нашей аудитории курсами намного больше у нас совсем скоро стартует этим лид аналитика для руководителей и стратегическое управление для идти компании и как на любом эфире всегда нельзя уйти без какого-то подарка поставьте пожалуйста плюс в чат либо вы можете просто отсканировать по qr-коду я также продублирую ссылку в чат и вы получите бесплатную консультацию по развитию своей команды от нашего эксперта который подскажет что вам лучше подходит какие у вас есть цели вы расскажете мы подумаем что можно сделать максимально релевантная для вас и наверное самое интересное это вы можете зафиксировать стоимость обучения команды по системе депозита это когда вот есть же классическая история с начала года всегда на все цены растут и вы можете их заморозить во-первых во вторых у многих компаний есть такая история как бюджет на год на обучение и таким образом если у вас остался какой-то недораспределенный бюджет вы можете его зафиксировать заморозить и в течение там энного количества времени какое будет вам нужно мы уже как раз распределим но по более выгодным условиям ссылочку я продублирую а данное предложение действует до конца следующей недели то есть до 3 ноября включительно на самом деле это все я думаю я уложился не сильно надолго но у нас и не так много людей отключилась илья передаю тебе слово как и обещали самые жаркие топ-10 вопросов которые я рекомендую задавать так это вроде мое да коллеги топ-10 вопросов которые действительно обкатаны мы их действительно задавали на интервью и на них отвечали и мы соответственно так или иначе понимали что же в полчатки погнали основные вопросы самый простой самый базовый самый прямой вопрос который идеально работает это что вас мотивирует в работе что вдохновляет почему именно это что демотивирует как правило люди довольно охотно здесь рассказывают причем иногда уходят какие-то рассказы рассуждения допустим про то как был на прошлой работе на позапрошлой даже нравилось так далее очень большой багаж знаний можно отсюда получить хороший интересный вопрос как-то будет управлять и человек начинает рассказывать очень много из там свободы из мотивации и так далее то здесь закрывается тоже очень много разных факторов ну и в то же время становится понятно сможет ли вообще проективный вопрос почему люди нарушают правила на тоже помогает как бы понять опять же там что для человека важно где границы этой самой ответственности и так далее четвертый какой была команда в которой было комфортно работать какой была обратная то есть там который было не комфортно работать тоже люди очень часто уходят какие-то кейсы и получается довольно неплохо что будешь делать если не согласен с мнением руководителя такой кейс вопрос может быть немножко даже там с элементом провокации да здесь интересно как раз как человек будет рассуждать где границы для него где субординация где соответственно там инициативность и так далее вот это все мы сможем тем самым прояснить сегодня ржет окей хорошо кто должен следить за тех долгом вопрос который немножко погружает нас в тему непосредственно работы задач на то же время помогает углубиться в тему того насколько человек там готов мириться с регламентами какими-то насколько он про инициативность насколько он про самостоятельность насколько он в том что и про свободу и про взаимодействие интересный вопрос есть к и есть разработчик как и между собой договориться и здесь но про взаимодействие про разрешение конфликтов да люди могут совершенно разные есть вещи рассказы кто-то скажет а зачем вы говорите ругались да и вот как нормально кто скажет никак не договориться и сразу становится понятно да вот насколько здесь уровень взаимодействия человека выстраиваться другими специалисты интересный вопрос за какие ошибки нужно наказывать а какие нужно увольнять здесь снова становится понятно да насколько человек там терпим к разного рода ошибкам насколько он ценит свободу и так далее интересный тоже полезный очень вопрос что делать если перед тобой стоит важная задача спросить не у кого похоже тот кейс который мы разбирали работает примерно примерно ту же степь до позволяет вам докопаться до предела целеустремленности наверное сотрудник на последний десятый вопрос топ так сказать это как раз таки взять и рассказать о команде рассказывайте что у вас есть какие проблемы как все работает какие процессы а потом задаете вопрос вот смотри исходя там из твоего опыта что мне поменять то у меня неправильно что работать нехорошо и это невероятная кладезь для информации то есть вы получите целую кучу всего что думает человек на как он оценивает вообще то что он сейчас видите в принципе если он очень сильно критикует то что мы рассказали ну возможно он и не сможет сработать в итоге с теми процессами которые вы здесь описали вот такая интересная получать история такие топ-10 основных вопросов коллег если на них внимательно посмотрите то вы увидите что в принципе они закрывают собой все основные составляющие командной культуры которые мы с вами разобрали вот такой итог такой у нас сегодня culture fit коллеги давайте будем завершаться пробежимся еще раз по основным моментам что мы сегодня с вами разобрали почему тем ли должен быть на собеседование потому что он придумал вакансию ему потом это все расхлебывать он по сути лучший технарь знает команду и кроме того никто кроме него лучше не будет понимать что есть блокера что просто риск составляющей корпоративной культуры еще раз вот они 10 до решение открытой свободы толерантность к ошибкам взаимодействие разрешение конфликтов самостоятельность инициативность мотивация нормы и регламенты коллеги возможно не самый полный список возможно вы бы что-то сюда добавили возможно что-то вычеркнули бы например да это вот некоторое мое мнение некоторое видение на котором которое может быть расширено и это хорошо если калчерфит как проверять есть 5 способов это прямые вопросы это кейсы стресс-тесты провокации проективные вопросы способов много суть примерно одна получить картинку кандидата и далее сравнить ее с вашей расхождение это будут блокеры или либо не берем либо берем но с условиями и топ-10 вопросов для интервью мы только что с вами разобрали вот они еще раз на слайде может на них посмотреть но это все коллеги попрошу вас буквально немножко порефлексировать на тем что мы сегодня обсудили поделитесь основные мысли сайта что был самого полезного сегодня что хочется взять и прямо завтра применить в работе если что-то такое так вижу реакция практический инструмент очень круто спасибо спасибо светлана за вашу обратную связь рад быть полезным окей ладно крик не буду вас мучить достигли вы цели спасибо были интересные моменты которые стоит подумать как внедрить супер отлично я не чарно мне очень понравилось много полезного спасибо отлично мира как достигли цели мы с вами хотели понять роль цемлида оценить корпоративную культуру и проводить калчерфит интервью поставьте плюсик либо реакцию какую-то чтобы было видно что попали плюс-минус всего понемногу обновил информацию спасибо супер отлично здорово вижу реакции коллеги вижу плюсы супер значит мы славно сегодня поработали недаром провели эти 1 час 18 минут и 42 секунды супер спасибо ну что хочешь сказать в конце коллеги так или иначе все эти вещи закрепляются и приходят с опытом и придется наверное долго время попрыгать по разным граблям они будут стучать вам по разным местам вашего тела но тем самым вы будете нарабатывать тот самый опыт который необходим для того чтобы эффективнее лучше проводить калчерфит интервью и далее отбирать уже тех людей которые совершенно точно с вами сработаются любые ошибки это нормально главное делать это правильные выводы до соответственно далее не впрыгивать те же самые грабли в которых уже один раз прыгнули поэтому коллеги спасибо вам за участие удачи вам в проведении интервью калчерфит интервью да и в целом нами разных сотрудников оцените пожалуйста дайте обратную связь что у вас по ощущениям сегодняшнего эфира поставьте там 5 1 если не понравилось 1 если понравилось 5 ага супер здорово да илья я хотел поделиться обещанным еще плюс одним вопросом который я часто задаю он больше подходит наверное для управляющей управленческие позиции но тем не менее вот я спрашиваю представь мы с тобой начинаем работать проходит год и чего за этот год мы с тобой добьемся это меня этому научил мой руководитель вопрос и он меня очень сильно поставил им ступор но это хорошая история которая как-то подтверждает вопросы про цели про то чего ты хочешь и насколько ты вообще понимаешь бизнес куда ты идешь возможно кому-то будет полезным хороший вопрос по результату на самом деле насколько человек нацелен на результат или может быть он наоборот оцелен на процесс для него просто нужно работать это тоже нормально такие люди тоже нужны да здесь вопрос кого вы не все как всегда сводится конкретному контент супер отлично окей коллеги на этом наверное все мои контакты если вдруг захотите задать какой-то вопрос который вы сейчас забыли задать обязательно сделайте это еще раз продублирую ссылочку на мой телеграм-канал пожалуйста подписывайтесь qr-код на слайде там будет много всякого интересного можно опять же найти мои контакты если какие-то остались вопросы коллеги обязательно задавайте мы сейчас с вами все это за финалем и обсудим если нет наверное будем завершаться станки да были коллеги про запись коллеги завтра после обеда мы направим запись где будет и презентация и запись самого эфира и будут какой-то короткий сама самарайз и детали оффера который сейчас как раз показано на экране хотел бы просто напомнить что коллеги до 3 ноября вы можете получить бесплатную консультацию по развитию своей айти команды и зафиксировать стоимость обучения команды при помощи депозитов среднем это выходит от 60 тысяч рублей за любой курс что в среднем на 20 30 а то и 40 процентов ниже чем это обычно вот прям на сайте висит я от себя спасибо большое было очень классно очень не банальная как мне кажется тема которая очень важна для очень большого количества людей и чем больше людей эту тему будут знать тем мне кажется будет намного лучше на рынке труда россия снг вот рад был с тобой пообщаться коллеги спасибо вам большое тогда предлагаю наверно завершаться всем хорошего вечера спасибо коллеги спасибо никита за этот эфир ну и до новых встреч